Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 7 июля, и сегодня Церковь чтит память, вернее, чтит праздник Рождества Честного Славного Пророка Претеча и Крестителя Господня Иоанна. И в сегодняшний день за богослужением читается отрывок из послания апостола Павла к римлянам. Глава 13 стихи с 11 до конца главы и глава 14 стихи с 1 по 4. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он, или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами размышляем над посланием апостола Павла к римлянам. Это зачало читается сегодня в день памяти Рождества пророка Претечи Иоанна. И апостол Павел говорит, поступайте так, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. И если увязать это повествование не с прямым посланием апостола Павла, то есть не с тем, что он вкладывал в это послание, а уже с более аллегорическим толкованием, и если его сообразить с жизнью пророка Господня и предтечу Иоанна, то эти слова тоже имеют особый смысл в контексте Рождества этого великого пророка, который стоит на рубеже двух эпох, на рубеже двух заветов, Ветхого и Нового. Это, можно сказать, единственный межзаветный пророк, который знаменует собой соединение двух заветов – Ветхого и Завета Грядущего. Пророк Иоанн является неким ангелом, который уготовывает путь не только Господу, но в лице Господа и новым отношением между человеком и Богом. И вот, говорит апостол Павел, «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». И таким пробуждением для еврейского народа стал в свое время пророк предтеча Иоанн. Он действительно отрезвил, и так как в иудейском народе были очень яркие и живы ожидания грядущего Мессии, и поэтому пророк Иоанн являлся таким пробуждающим, окончательно пробуждающим голосом из пустыни. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». И действительно, когда пророк Иоанн вышел на проповедь, это знаменовало собой то, что вот уже приблизился час, и спасение близко. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света». И действительно, первые слова Христа, когда Он вышел на свою проповедь, было сказано «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И здесь также. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света». Конечно, апостол Павел пишет уже после заключения Нового Завета, уже после искупительной жертвы Иисуса Христа на кресте. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью, распустству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господу нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Действительно, пророк Иоанн был истинным подвижником, который отверг от себя все попечения плоти и не превращал, естественно, их в похоти. Но вот дальше, в главе 14, речь идет уже о более конкретной проблеме, которая существовала в языческих, прежде всего, общинах, то есть в общинах христиан, состоящих в основном из бывших язычников. И здесь уже гораздо сложнее применить метод аллегорического толкования, поэтому будем говорить конкретно о ситуации. «Немощного веря принимайте без споров и мнениях, о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Для нас сегодня не совсем понятно, почему немощный ест овощи, потому что в современной нашей христианской традиции, который берет свое начало из покон веков, из времен, когда сформировалась аскетическая практика церкви, в ее основных постулатах, сейчас, наоборот, сильный в вере – это тот, который держит строгий пост и, получается, вкушает овощи. Но апостол Павел говорит здесь о другом. «Немощный уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Дело в том, что тогда пища, вся пища мясная, приносилась в жертву языческим идолам. И поэтому люди, которые еще опасались идолов, опасались идолопоклонства, которое, как им казалось, будет проявляться в том, что они вкушают это идоложертвенное мясо. И они вкушали только овощи. Другие уже, понимая, что Христос все очистил, и уже нет нечистого, чистого и нечистого, все чисто, все очистил Господь, они вкушали это мясо. И тем самым смущали тех людей, которые еще не достигли этого уровня понимания христианской свободы. И они, конечно же, считали таких мясоедов, которые вкушали это мясо, не смущаясь ничем, они их осуждали. Поэтому апостол Павел и говорит в 3 стихе 14 главы, «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Апостол Павел говорит о том, что, по сути, уже не может отдалить пища, отдалить человека от Бога, потому что Бог преодолел то, что раньше разделяло человека и Бога. И теперь задача только искренним и чистым сердцем уверовать в Него и жить во Христе, творить дела любви и исповедовать только Христа своим истинным Богом и исповедовать веру в Святую Троицу. Но теперь мы видим, что те, кто ели это мясо, они в то же время несколько считали себя лучше, важнее и считали, что они лучше понимают послания апостола Павла, богословия и тоже превозносятся над теми, кто не ест мясо. И апостол Павел пытается выровнять эту ситуацию и говорит о том, что вы не на том делаете акценты. Не тот хорош, кто не ест мясо, и не тот хорош, кто ест мясо, а тот хорош, кто действительно не осуждает ближнего своего и пребывает в мире с окружающими его братьями и сестрами во Христе. Вот это действительно истинный христианин. Поэтому в сегодняшний день Церковь назидает нас этими словами и призывает нас к смиренной любви и братским, действительно, братским отношениям внутри Церкви. Только преодолевая свою гордость, мы сможем действительно стать истинными последователями Иисуса Христа, помня о том, что не то оскверняет уста человека, что входит в них, а то, что из них исходит. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok